Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Два километра, из них 150, пролегает через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 миллиардов кубометров. Азербайджанский газ может предоставить порядка 30% поставок. И как раз интерконнектор будет для этого очень полезен. И что необходимо помнить, то, что существует план Азербайджана увеличить экспорт газа с 10 миллиардов кубометров до где-нибудь 17-20. Насколько они будут реализуемы, это, скажем, увидим. Напомним, что IGB соединит газовую систему Болгарии с Южным газовым коридором и позволит транспортировать газ из Азербайджана в Юго-Восточную Европу. Более подробно эту тему обсудим с доктором философии по экономике Эмином Гаребли. Он сейчас с нами на связи. Здравствуйте, господин Гаребли. Здравствуйте. Мой первый вопрос. Учитывая глобальные вызовы в сегодняшнем мире, в частности в лице энергокризиса, насколько значим запуск IGB Греции и Болгарии в текущих реалиях? Да, нужно, потому что, в первую очередь, это для нас очень важно, как страна, экспортирующая энергоресурсы. Мы наращиваем свои рынки, скажем, рынки сбыта. И увидим, что, естественно, это продолжение проекта ТАП. Мы знаем, что это консорциум, в этом влечены многие компании, в том числе и азербайджанские компании. Это положительно для Азербайджана и для этих же компаний. Но сегодняшняя реалия, сегодняшняя геополитическая ситуация, в частности в Европе, говорит о том, что все-таки в этом больше заинтересованы и сами европейские страны. Сегодня такая нестабильная ситуация, и это позволяет обеспечить устойчивость этих экономик. Поэтому, на мой взгляд, применение интерконнектора позволит, как минимум, для балканских стран, в частности для рынок Болгарии, поставлять больше газа и обеспечить устойчивость. И в этом плане нужно сказать, что это уже очередной шаг. Мы знаем, что до этого мы снабжали Албанию, Грецию. И сегодня мы думаем, что это еще не конец. Мы еще, скажем, юго-восточные страны, в частности балканские страны, будем обеспечивать. И как бы отметил господин президент, мы в течение этих последних лет мы отличались от, скажем, да, от поставщиков, от других поставщиков своей стабильностью. И думаю, что вот эта, значит, репутация, такая положительная репутация позволит нам наращивать. Естественно, он отметил, что у нас, естественно, есть крупные залежи газа, и это позволит нам наращивать, впредь наращивать поставки и экспорт газа в европейский рынок. — Господин Грибли, немного забегая вперед, какие еще страны могут построить такого рода интерконнекторы, которые будут в дальнейшем присоединены к ЮГАК? — Мы знаем, что в последнее время самый интерконнектор, тоже у этого интерконнектора появились вроде проблемы, но ход событий показывает на то, что, в принципе, как вы сказали, география будет увеличиваться и увеличиваться. И в этом заинтересованы многие страны. И как минимум, как я до этого отметил, это балканские страны. И считаю, что для Азербайджана это, в принципе, немало, если мы многие больше, скажем, балканские страны будем поставлять. Но, с другой стороны, нужно еще подчеркнуть, что кроме азербайджанских залежей, есть и транскаспийские запасы, которые могут поставляться через территорию Азербайджана на этот рынок. Я думаю, что вот в этом случае география будет намного увеличена. И, естественно, не только, скажем, относительно мелкие страны Балканского полуострова, но и другие крупные страны Европы будут, скажем, странами, которые поставляет азербайджанский газ. — Ну что ж, господин Гребли, будем дальше ожидать расширения южного газового коридора. Спасибо за то, что подключились. Я напомню, тему запуска АДЖБ, интерконнектора Греции, о Болгарии мы обсудили с доктором философии по экономике и мином Гребли. Продолжаем выпуск. Страны Европейского союза достигли первоначальной договоренности о восьми раундах санкций блока против России. Об этом сообщили три дипломатических источника, пишет Reuters. Ранее, на этой неделе, исполнительный директор ЕС рекомендовал Глоку ввести больше ограничений на торговлю и занесение отдельных лиц в черные списки. Также установление предельного уровня цен на морские поставки российской нефти в третьи страны. Предварительно ожидается, что в черный список будут внесены российская алмазодобывающая компания «Алроса» и глава русской православной церкви патриарх Кирилл, о чем пишет Reuters. Центры торговли алмазами Бельгия и Венгрия выступают против. Ожидается, что новые импортные санкции будут распространяться на сталь, изделия из стали, бумагу, древесину, а экспорт технологического оборудования и услугу в Россию будет запрещен. Окончательное решение будет объявлено на следующей неделе. Нидерланды отозвали экспортную лицензию у оператора проекта газопровода «Турецкий поток». Оператором газопровода уступает компания «Саустрем Транспорт». Официальное уведомление об этом в турецкой стране направили органы власти Нидерландов. Отмечается, что будет запрет поставок товаров и предоставления услуг, в частности, технической помощи и обслуживания для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф. В течение двух лет это не будет реализовано, который в данный момент идет поставка газа в Евросоюз. Это никак не останавливается. То есть в случае, если у нас возникнут какие-то проблемы с эмбомом турецкого потока, то России придется его ремонтировать самостоятельно. Больше ни на поставки, ни на что. Это на текущий момент. По газопроводу «Турецкий поток» газ поставляется в Турцию, а вторая нитка заходит в Евросоюз через Болгарию. И потом газ делится между Грецией, Северной Македонией, Сербией и Венгрией. В части же касательно поставок, что в случае, если они, конечно, отменятся или вдруг с ними что-то случится, или они перестанут возможность, замещать это будет реально нечем. Я думаю, что единственным выходом этих всех государств и единственным выходом России будет прекращение поставок, ну и, соответственно, приобретение либо безумно дорогого американского или чего-либо СПГ, либо благополучный переход на иные естественные зеленые теплоносители типа дров, угля. Возможности свободной экономической зоны АЛЯД, представленной иностранным инвесторам, речь идет о визите руководителю полномочного органа ССАЛЯД Валеха Лескерова в Германию. Федеральные ассоциации экономического развития провели презентации по теме и провели двусторонние встречи с руководящими должностными лицами. Среди них были представители Министерства питания и сельского хозяйства Германии, ассоциации малых и средних предприятий компании САП и Siemens Mobility. Участники со стороны Германии выразили интерес к инвестициям в Азербайджане и обвинялись мнениями на этот счет. Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана продолжает землеустроительные работы на освобожденных от оккупации территориях. Были проведены исследования почвы на площади более 214 тысяч гектаров, геоботанические исследования на площади более 244 тысяч гектаров, отобраны образцы почвы и растений и переданы в лаборатории для проведения химических и агрохимических анализов. С апреля 2022 года на освобожденных территориях ведутся земельно-кадастровые работы. Мероприятие проводится в рамках исполнения указа президента Азербайджанской республики об организации временного особого управления на освобожденных территориях. С апреля по 26 сентября текущего года в рамках проводимых землеустроительных работ на освобожденных от оккупации территориях в Джебрайском, Зангеландском, Губадлинском, Лачинском и Кваджарском районах были проведены полевые изыскательные работы на общей площади свыше 313 тысяч гектаров, координаты уничтоженных населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, лесов и других обозначенных земель, включая все составляющие, находящиеся в их границах, определяются специалистами госслужбы в процессе полевой съемки с использованием современных приборов и системы GPS. В рамках земельно-кадастровых работ проводится почвенно-геоботанические исследования и экономическая оценка земель. В завершении Япония предоставит Micron Tech до 320 миллионов долларов. Для увеличения производства чипов в Киросиме Micron является глобальным партнером Японии в деле по расширению производства полупроводников и продвижению инноваций. Редактор субтитров А.Семкин